Сегодня участники смены Москва.ру играют сказку на сцене. Главные герои – куклы, которые придумали и нарисовали сами ребята. Кукольный театр мы делали для того, чтобы дети чувствовали себя на сцене комфортно. Сначала как бы их лиц не видно, они только игрушками пользуются и, соответственно, читают текст, который будет. А потом уже дальше по смене мы будем вводить их конкретно на сцену и показывать им, как правильно нужно общаться, как правильно они все это будут делать. Зрители попадают в волшебный мир русской народной сказки только в современном исполнении. Репка, теремок, волк и семеро козлят, а также другие сказки с интересной озвучкой и новыми сюжетными линиями. Идет Люба, постучала в окошко и спрашивала, коттедж, коттедж, кто в коттедже живет? Я вожатая Андрей, я вожатая Тоня, а я Георгий Журавлев, а ты кто? А я Люба, иди к нам жить. Забралась Люба в коттедж, встали они вчетвером жить. Мы очень долго готовились всем отрядом. Две девочки предложили сказку «Теремок». Все согласились. Мы решили переделать у всех героев то, что это некоторые вожатые. И потом нарисовали героев. Некоторые герои получились даже чудные. И мы все над ними смеялись. И даже сказка «Рыбаки и рыбки» с легкой руки ребят из второго агентства превратилась в сказку о геймерах. Необычная подача и оригинальная озвучка были отмечены громкими аплодисментами от зрителей. «Вася! Василий! Сюда иди!» «Что-что? Неужели рыба говорить умеет?» «А я не простая, я серебряная. Исполню три твои желания, если пойму, что тебе действительно нужно их осуществить». «Ну, мне айфон нужен. Зачем ты тебе? Для понтов небось?» «Да нет же, нет. Я за тебя тебя сегодня его разбил в дребезги». «Ой, серьезно? Ну раз так, то извиняй. Вот тебе айфон же новый. Шестое вроде». «Написала сценарий я. В итоге вся работа пошла на меня и озвучивала тоже я. Пришлось в последний момент все переделать. И вместо того, чтобы озвучивали разные люди, озвучивала вся я. «Мне очень понравилось озвучивать за всем, потому что мне кажется, это довольно таки весело, несмотря на то, что у меня болит горло, хрип голос, сорвало голос. Но тем не менее, это очень весело отдуваться за всех. Тем не менее, ты чувствуешь ответственность на себе». Старания участников не прошли даром. В итоге в конкурсе «Ютуб онлайн мультфин» победила сказка «Семья геймеров» от участников второго агентства. В младшей категории победили ребята из пятого агентства со своей сказкой «Теремок» или «Общежитие». «Мне очень понравилось. Мне понравилось выступление второго отряда и третьего «Золотая рыбка». Я тоже бы хотела себя попробовать, ну, показать себя и поболеть за свой отряд». А впереди еще много интересных и креативных конкурсов, где каждый участник сможет проявить себя.